Хохлатые пуделя, адмирал и ласточка, хоть и не отличаются умом и сообразительностью, зато жрут как взрослые кобели, что, в общем-то, не мешает им радоваться этому хорошему весеннему празднику 8 марта, ура! Тяжело ли вам? Нет, легко. Только другой дороги. А что легкого? Вечером так легко становится. Там мужики ездят гораздо круче, гораздо круче. Я не знаю как, это каждый раз случайно получается, если я их обижаю. Все хорошо. Встали в болоте ни вперед ни назад, ни одно колесо не крутится. Не знаю, что это было. Спецучасты хорошие, грамотные, точки бились на ура вообще. Особенно хорошие разговоры в женских душах. Мужчины только блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям. А чтобы какой-нибудь там в щелку проезд, дождешься, просили мочалку, так и не донесли. Если приедем, то приедем другой машиной, чуть-чуть повыше и посмотрим. Так вот, я и говорю, есть, есть еще женщины и не только в русских селениях, но нашинские, это особый сплав. Это синтез красоты, женственности, не побоюсь этого слова ума, мужественности, если хотите, и все ради кого? Да ради нас, конечно. Кто-то скажет, что это борьба за равноправие. Не верьте, это все ради нас, правильно я говорю? Они же ведь как жены декабристов, всегда за нами, да че там за нами, впереди нас, идут и прокладывают нам дорогу. Это потом многие услышат, что вторая шуба из пистста гораздо важнее портальных мостов, или что именно в эти выходные можно было тупить в театре, а не застужать себе придатки в болоте, скажете ведь? Но при этом каждая прикаждая способна ради нас на подвиг, причем этот подвиг будет очень искренний, от сердца. И если мужик потратит, например, кучу времени и 50 раз подумает, прежде чем поехать через болото, то женщина просто возьмет и кинется с собой на амбразуру, че не прав что ли? Это не важно, что ехать в другую сторону, но факт самоотдачи, а сколько в них фантазий, вот посмотрите, иногда кажется, что GPS ориентирование специально сделано для них. Фантазии мужика хватает исключительно на тупое фотканье уточки, а посмотрите, как это делают девчонки. Вот это фото на память, я понимаю. Кстати, случилось это так. А теперь посмотрим на картину русского художника Васнецова. Будь он нашим современником, точно был бы джипером. Вот посмотрите, как он тонко прочувствовал образ Аленушки, ждущий своего Герасима джипера, а Герасима себе там камасутру с уазиком наяривает, тыныц, 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 а она ждет. Вы же способны ждать один раз? А два? А теперь посмотрим на картину нашего современника. Мужей на переправе не меняют, и в отличие от рисованной Аленушки, наша реальная героиня ну просто счастлива. А посмотрите, сколько искренности в этой улыбке. Оказывается, и на работающего мужика посмотреть приятно. Особенно, когда в машине лежит бензопила. Одни считают, что девушки в трофи-рейдах – это история о гормонах. Другие же говорят, что это красота, идущая спасать мир. Ну про гормоны это к Рябинкину, а про красоту скажу сам. Женщины, внесли в трофи, ну вообще в автоспорт даже, что-то такое светлое, нежное, и как бы тяжело и напряжно им не было, всегда стараются оставаться красивыми. И никакая, никакая пылинка на лице не способна убить эту красоту. Но, с другой стороны, ничто так не красит женщину, как мужчина. Че, Юлька, косметичку потеряла? Да! Фигня не найдешь. Ну вот, а пока я тут думаю, что дальше ляпнуть конкурс для девчонок. Девчонки, кто является носителем этой задницы, которую без шлема, кстати, сразу и не узнаешь. А ведь он, носитель, хорошо известен как в трофи, так и в роли рейдах. Правильные ответы присылайте мне. Трофи рейды, в понимании многих, лежат где-то в области оргазма и маразма. С одной стороны, все, кто добровольно принимает участие в оргиях, получают от этого удовольствие. А представьте, как это выглядит со стороны тех, кто не понимает. Ну разве не маразм так корячится за собственные деньги? А мне вообще на диване больше нравится. А эти-то, а эти-то как всегда своими штучками мерятся. О, подождите. Заникнуть забыл. Так вот эти штучками с вами мерятся. А потом сами сняли, сами посмотрели, сами потриндели, обсудили. Молодцы. Ну да ладно, чего я звоню-то, собственно. Дорогие вы наши. Все-все-все, безотносительно того, занимаетесь вы вязанием или вот как нашей героине фитнесом, в этот дофига светлый, конечно, праздник, хочу пожелать вам простого женского счастья, любви и весеннего состояния души. И помните, что у вас есть мы, ради которых вы, собственно делает её. Иоа, Иоае Иоа, Иоае Иоа, Иоа Нет, я не хочу